Всем привет, с вами Ник, и мы продолжаем проходить растение против зомби 1. Так, давайте сразу зайдем в магазин, и наверное все же купим супер горох. Так, выйти. И, наверное, сейчас мы его испытаем. Кстати, сейчас будет мини-игра с маленькими зомби. Ага, маленький футболист. А, да. А, у нас конвейер, так что вообще не страшно. Ну, у маленьких зомби скорость повыше. ХП меньше. Так что... Так, лишний паразапас оставим. Хотя, наверное, сейчас придется ее использовать. Так, ну их прям очень много. Но и ХП у них мало. Так, давайте здесь их очень много. Плюс футболист маленький. Надо больше гороха. Они подел... Пока не так уж и сложно. Так. Бум. Здесь. Нам... А, все. Нам дали кувшинку, поэтому... Хорошо. Как раз ее так и не хватало. Но футболист прям... Быстро добежал до нас. Но ненадолго. Так, уже волна идет. Так, а горох на воду, наверное, поставим. Сейчас вишню используем. Так, дайверы, значит... Это нехорошо. Сейчас они тогда выплывут. И мы используем вишню. Так, ну а на земле у нас пока все более или менее нормально. Так, приготовились срывать. И... Сейчас. Так, нам пока дали довольно-таки много гороха. Поэтому давайте его используем. Так. Так прям очень много, поэтому... Даже не знаю. Футболистов наверху прям... Трое аж. Вот. Так же много довольно-таки дайверов. Вот, сразу трое побежало. Давайте воду чуть-чуть расчистим. Наверху довольно-таки много. Уровень, в принципе, несложный. Их довольно легко убивать. Они... Берут только количество. И все. В принципе, у нас довольно-таки много вишни. Нам мало чего страшно. Пум. Пум. И все. Мы получаем перец, который стоит 125 солнышек. Он поджигает просто зомби. Ага. У нас уже зомби на машине открылся. Так. Нам предлагают выбрать растение. Значит... Солнце. Подсолнух. Кувшинка 100%. Орех. Давайте перец опробуем. Кажется, чтобы активировать это растение, нам нужно вот это. Кажется. Или обычный. Кажется, этот. Но чем нам тогда отбивать армию зомби? Ладно, давайте попробуем. Я надеюсь, мы справимся. У нас растения прям дорогие. А перец как бы не хочется использовать просто на одного зомби. Поэтому мы, наверное, как пойдет один зомби, будем поставить, короче, орех. И будем копить на горох. Вот. Вот это сюда. И сейчас мы будем копить на горох. Так. Главное, чтобы еще второй не пошел где-нибудь. Это будет довольно-таки плохо. Но орех он будет крыть довольно-таки... А, все, на одном ряду. Это прям хорошо. На одном ряду. Поэтому не надо копить на второй. Так. Наверху еще один идет. Так. Два солнышка всего не хватает. Одно. Все, дособирали. Так. Так. Так, ряд подсолнухов мы посадили. Так. Нужно еще 150. 125. Так, так, так. Блин, там с конусом идет. Даже не знаю. Давайте на одном из конусом используем это. А верхний пока погрызет, наверное, орех. Так. Так. Я думаю, мы успеем собрать на горов, пока он не будет грызть. Там еще один идет. Так, все, мы собрали. Хорошо. Ну, в принципе, он довольно-таки много погрыз. Уже. Так, там зомби с уткой идет. Еще два солнышка надо. Так, все, собрали. Двойной. А на этого, наверное, все же используем вот эту. Лазу. Вводную. Так, ждем. Скоро уже волна пойдет. Я здесь не припутал. Вроде мы должны посадить сначала двойной горох, а потом вес на него сажать как бы уже супергорох. Вроде так. Сейчас проверим. Так, одно солнышко. Да, кстати, вот мы можем уже посадить. Давайте, где сейчас будет мощнее. Туда и посадим, наверное. Ну, их прям много. Ну, давайте сюда. Он сразу по четыре гороха. Он стреляет. Это довольно-таки много. Машина едет. Он заставляет за собой вот ледяной. Ледяной след, на который мы не можем сажать растения. ХП довольно-таки много, поэтому давайте на него используем перец. Вот он как раз. Он по всему ряду уничтожает всех зомби. Кроме некоторых. И как раз убирает этот самый след. Давайте, наверное, оборону делать уже из супергороха. Так, ну, солнышко нам хватает. Все, подождали. Давайте на воду его. Так. Уже больше половины уровня прошли. Пока идут только обычные. Перец на них не будем тратить. Давайте орех поставим на воду. На воду. Так, уже скоро волна будет. Мы собрали еще на акинт. Давайте его вот сюда посадим. Не знаю, хорошее ли это решение именно суда. Ну, уже все. Ну, их довольно много, но они обычные. Ей всего один с консом, и то уже без. Как бы, довольно-таки легко. Они даже не подходят. Так, финальная волна идет. Так, мы видим, машина едет, поэтому на него мы используем перец. Или, наверное, супергорох. Давайте посмотрим, как супергорох с ней справится. Так, ну, он почти ее сломал. Все, он ее сломал. В принципе, он с ней справился. Но она уже довольно-таки близко подходила. Мы, в принципе, справились себе с перцом. Все, давайте его используем. И мы получаем шипы, которые, как бы, они контрят машину. То есть, ее можно спокойно использовать против машины. Мы, кстати, уже на седьмом уровне. Машина на шипы наезжает, и все, она просто взрывается. Так, давайте берем, значит, подсолнух 100%. Кувшинку обязательно. Шипы опробуем. Орех. Давайте по тому же раскладу. В принципе, у нас тут будут подводные. Используем вот так. Так, ой. Нет. Вот лозу. Попробуем с таким раскладом. Так, да, я надеюсь, мы не проиграем. Так, будем действовать под той же тактики. На одного зона мы поставим орех, пока он будет его крысть. Так. Что не садится. Пока он будет его крысть, мы будем собирать на двойной горох, как посадя в ряд двойного гороха, мы тогда будем сажать супергорох. А шипы и лозу будем уже использовать по обстоятельствам, по ситуации. Кстати, будет целых три волны. Это много. Так, мы уже больше половины накопили. Хорошо, что и тут два на одном ряду. Так, двойной горох. Так, нам нужно больше подсолнухов, чтобы быстрее накопить на двойной горох. Так, пусть погрязет. Так, мы собрали уже ряд подсолнухов. Так. Осталось собрать только на двойной горох. Так, всё собрали. Внизу ещё один идёт. Мы должны довольно-таки быстро на него... А, двойной горох накопить. Мы уже почти накопили. Опять зомби с конусом идёт наверху. Давайте против обычного поставим... Орех. А против зомби с конусом поставим двойной горох. Так, теперь собираем ещё на двойной горох, чтобы... Убить зомби снизу. Так. Грызёт, грызёт. Так, ставим. Давайте на воду какой-нибудь орех на всякий случай. Кстати, обычный погрыз довольно-таки много. Пусть его и пил двойной горох. Так. Уже скоро волна будет. Кстати, на воде идёт зомби. Так. Поставив здесь кувшинку, чтобы потом сразу поставить горох на неё. С конусом даже не знаю. В принципе, не будем на него лозу использовать. Поставим горох. Потому что может пойти потом подводник. Так. Нам хватает на шипы. Так, волна идёт. Волна. Надо приготовиться. Давайте шипы где-нибудь поставим. Машины нету. Поэтому давайте вот здесь где-нибудь... Вот он их дамажит, а кесть они его не могут. Так. Скоро поставим... Хотя давайте вот где-то вот... Поставим какую-то оборону из шипов. Шипы, кстати, на воду не ставятся. Это было бы нелогично. Кстати, идёт зомби с ведром. На него мы используем супер-горох. Вот так. Кстати, давайте заменим, потому что покоцанный орех. Мы его заменили за новый. Кстати, довольно-таки эпично выглядит супер-горох. Как вы могли заметить, шипы мы поставили. Они будут нам сильно помогать. Даже если машина поедет, они их уничтожат. Но при этом шипы и сами уничтожатся. Вот. Уже скоро вторая волна пойдёт. Ждём пока... Откатится супер-горох. И его мы поставим, давайте, вот сюда. Кстати, после этого уровня нам откроется пень. Огненный. Который будет как раз усиливать царяды гороха. Кстати, если... Ну, он будет их поджигать. Кстати, если вы поставите морозный горох, а за ним уже, собственно, пень, то морозный горох просто растает и будет как обычный. Вот. А пока у нас идёт подводник. У него мы используем лозу. Чтобы он не коснул наш орех. Идёт зомби с ведром. На него мы поставим, наверное, супер-горох. Вот так. Лозы у нас ещё нету. Ну, в принципе, супер-горох справится, поэтому не сильно страшно. Давайте вот тут где-то ещё шипы поставим. Вот так. И тут нам, в принципе, хватает. Волну, в принципе, мы уничтожить быстро не сможем, потому что у нас нету ни перца, ни вишни. Кстати, эта машина, вот она сейчас подорвётся на шипах. Всё, она даже не проехала никуда. И мы можем заменить те шипы на новые. Довольно-таки много обычных. Наверху мы видим зомби с конусом. Кстати, мы уже почти закончили ряд супер-горохом. Это довольно-таки серьёзно. То, что через супер-горох им будет довольно-таки сложно пройти. и плюс там стоят шипы. Только на воде их нету. Кстати, подводник. Его мы убираем сразу. Можете увидеть сейчас, как быстро отлетит зомби с ведром. Потому что и супер-горох, и шипы. на него приходится довольно-таки много дэмэджа. Я думаю, тут даже футболист бы сильно нам урона не нанёс. Так, давайте на воду, потому что на воде более слабая защита, чем на другом ряде, потому что ему помогают шипы вот этому гороху. Вот. Дайвер слишком много не нанёс, потому что там стоит супер-горов. Машина едет, сразу она заломается. вот так заменим. Всё, она взорвалась и всё. Её сразу же нету. Так, тут наряду одно довольно-таки много зомби и с конусом, и с ведром, и обычным. Ну, в принципе, обычно убили только шипы. Так. зомби с ведром идёт. Он довольно закинцел. Ну, сюда даже, хотя, ладно, давайте оставим. Потому что супер-горов и так справился. Довольно-таки просто зомби с ведром. Да, с таким серьёзным довольно соперником. Это не зомби с конусом или обычный. Кстати, довольно-таки много зомби с ведрами повылазили в бассейне. Давайте одного устраним, который меньше покоцан. Вот сейчас бы хорошо зашла вишня. Так, давайте поможем вот здесь. Вот так. Ну, и всё, в принципе, волна закончена. уровень топиус и волна тоже. Получаем пень, огненный пень, который стоит 175, солнышек, это довольно-таки много. У нас откроются новые зомби, новый орех, высокий орех. Ну, а на этом у меня всё. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Ссылочка на прошлую серию будет в описании. Ну, а с вами был Ник, всем до скорого и всем пока. пока. Субтитры